Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, мои дорогие, поговорим мы с вами о канале Пиратская жизнь. Обсудим вчерашний утренний видос. Опять я их несколько дней не смотрела. Наша личная жизнь и счастье любит тишину. Огонек, новые подробности и дружба в интернете. Нинка все никак не успокоится. Слушайте, как же ее распирает и колбасит. Ее просто трясет. Я просто, слушайте, не могу. Я смотрю на нее и вот смеюсь. Это любимая работа. Любимая работа, от которой колотит день и ночь. День и ночь. Ну, насколько я понимаю, они там в рейстике были, да, типа а-ля с друзьями. Ну, для контента, для контента. Не все, говорит, мы вам показывали. Мы наелись. Хотя, ну что там, мы наелись. Мы пришли домой, еще наелись. И у меня был отвес. Вот мы вам показали всего лишь там 20 минут. А мы были 3 часа. Ой, ели. Потом гуляли. Отвеликались. Развлекались. А еще, говорит, я смотрела, говорит, где можно отдохнуть. Ох, и столько вариантов, столько вариантов я рассматривала, что вы даже себе не представляете, какие варианты я рассматривала. Вы якобы будете в шоке. Но нужно, говорит, деньги собирать. Ниног, а ты что, не насобирала еще денег на рекламе? О, похудении. Ты ж натрясла нехило денег. Че, денег совсем нет? Совсем проблемы такие серьезные с деньгами? Или что? А, тебя просто жаба давит, что тебе приходится, да, работать на такой поганой рекламе, а кому-то донатики приходят. И я понимаю, в чью сторону ты клонишь. Да, ручку протянула, слезки якобы показала. А тебя так распирает зависть. Ай-яй-яй, тебя аж трясет. Ты уже прямо аж не можешь от этой жабодавящей зависти. Слушайте, я глянула на нее, я же видеоролики-то не все смотрю. Несколько дней даю себе выходных от этой пиратской наглой жизни, лживой. Я как глянула на нее, так и хочется сказать. Ниног, ну кто тебя так обскубал? Ну шо это за такой мастер, а? Ну неужели это уже просто специательно тебе так делают? Ну шо это за дела? И с каждым разом все короче и короче. Я как гляну на нее, у меня сразу смех берет с этой стрижкой. Сзади вот реально как будто просто ее поскубали тупыми ножницами. Ножницами из фикс прайса. Ну да. Дальше Нинка сказала, что будет готовить кабачковую икру. За окном там темнота. То есть погода негодящая, поэтому возможно сделает кабачковую икру. Бодяжит этот суп свой, да, опять недельку. Сырочек достала в рот по быструхе, заткнула, пока Вовка не видит. Да, там еще рулетик. Ну все, жизнь пошла опять же по-старому. Нинка себе ни в чем не отказывает, зато у нее уходят килограммы. Уходят, представляете, прям по килограмму улетает, просто улетучивается. Не наест, а килограммы тают. Жир просто в ней растворяется. Дальше Нинка сказала, может быть, она осуществит свою мечту. Когда уже одна мечта прошла, у нее появилось новое. И может быть, может быть, она ее осуществит. Наверное, мечта у Нинки, чтобы Фуфа поцеловал. Да, просто сам подошел и поцеловал. Поснимаю, говорит, вам кабачковую икру. Как буду готовить, да, это же, говорит, моя работа, все снимать. Ну да, как Нинка у нас заявила, что кто-то с протянутой рукой клянчит донатики. Да, донатики прямо клянчит. А Нино у нас пашет, просто пашет сутками. И не, не, она ничего не просит. Не, ни в коем случае она ничего не просит. Она только брешет людям, обманывает, рассказывая про препараты, которые колют у пуза и худеют. Да, прям по пять килограмм за день. Ну да, и говорит, ой, надо же контент-контент снимать. Люди же, говорит, приходят ко мне, ждут что-то новенькое. Да, прям ждут, не дождутся. А сейчас как раз время заготовок. Поэтому надо кабачковую икру делать, снимать. Блин, заготовщица! Это же надо, Нинка у нас заготовками будет заниматься и всё это, да, снимать на видео. Я только умоляю вас, своих зрителей, Нинкиных, мне до фонаря, фанатов, да, ни в коем случае не повторять за пираткой. Не портьте продукты. Ну, а Нинка сказала, что на заготовках можно неплохо подняться. То есть это поднять свой канал на заготовках. Как она будет там крутить, вертеть, заготовки делать. При том, что это так же классно, да, делать то, что ты хочешь, и ещё якобы быть полезной зрителем. Дальше Нинок рулетик-то разворачивает и говорит, кто-то тут уже полазил, да, кто-то вован, да, без Нинкиного ведомо решил рулетик попробовать. Замечательно! А что, обязательно надо разрешение спрашивать? Да, у жены, можно ли кусочек рулетика съесть? Ну да, там всё под контролем, чтобы только мимо Нинкиного глаза запасного не пролетело. А дальше Нинка сказала, девочки, спасибо за информацию, я всё читаю, я всё знаю. Теперь, говорит, можно дело и поднять. Да, говорит, Огонёк. Про какого Огонька она говорит, какое она дело собралась поднимать, непонятно. Про толстого карлика кричала, приезжайте в гости, лицо ваше знаем, страницу ВКонтакте удалила. Нинка, с тобой что происходит? Ты что, совсем уже там с катушек слетела? Пальцы эти облизывают, этот сыр в рот толкает. Я уж побоялась, чтобы хоть эту целую руку в рот не засунула. Ужас какой! И всё прям от злости курожит, прям вся трясётся от злости. Нинок, это у тебя такая любимая работа, что тебе так трястись приходится, что ты прям вся колотишься. Да, от любимой работы прям колбасит ежедневно, каждое утро. И ничего, ребят, не изменилось. Что не утро, так подрыв, да, подрыв у Нинки настроения. Ну, она ж помните, как в Таиланде говорила, ой, я встану, комментарии прочитаю, вся взбодрюсь. А сейчас, смотрите, что творится. Это она так от комментариев, бодренькая такая, выползает, бодренькая. Видно, как её по-бодрому колбасит. Настроение, говорит Нинка, нормальное. Ну да, мы заметили, какое нормальное. Похудение, говорит, тоже нормальное. Ну, это мы тоже заметили, что кардан всё шире и шире. И теперь уже даже при помощи редактора, да, не получается, не получается его уменьшить. А особенно после стрижки, да, такой обглоданной, прям, да, как будто собаки погрызли головешку. Ещё больше стало заметно, что никакие фильтры уже не берут. А дальше, а дальше Нинок рассказала, в чём дело. Это, оказывается, люди в чёрном. И Нинка вспомнила про людей в чёрном. Представляете? И это она всё никак не забудет. И она же заяву писала. А ничего не предприняли. Но Нинка же тогда говорила, я буду до последнего биться, да, буду до последнего отстаивать свою честь. Какую только непонятно. Так и не отстояла, ничего нам не рассказала. А сейчас чё-то вспомнила. Да, вспомнила. Сейчас всё сохраняет. Но исходники почему-то она не сохранила. А чё, Нинок памяти совсем нету для исходников. Не поверю ни за что, чтобы ты ничего не сохранила. Хотя ты просто прекрасно понимаешь, что, ну, ничего ты не сделаешь. Никому не запрещено, да, абсолютно никому не запрещено сидеть у подъезда. Тебя никто не караулил. Тебя никто не собирался тревожить, да. А снимать людей, ну, почему? Ты же снимаешь. Ты же на покровке ходишь, всех подряд снимаешь, грязью поливаешь. Там каких-то попрошаек, да, обзываешь. Вернее, не попрошайка людей, которые просят милостыню, ты обзываешь попрошайками, поберухами и прочее. А тут, видите ли, случилась такая беда. Ну, прям не могу. А сейчас Нинка говорит, что с девочками всё записывает, всё контролирует, всё держит под контролем, да. И в суде всё пригодится. Да, Нинок. Ой, девочки, чё будет, чё будет, пиратка пойдёт в суд. Всех посадит, всех посадит, будьте осторожны. Да, всех выведет на чистую воду и отольются кошке мышкины слёзы. Ясно вам? О, как! А дальше Нинку понесло в криминал. Говорит, социальные сети это такое, где можно пробить адреса, можно, говорит, пробить телефоны. Всё, что хочешь. Нинок, ты ж собралась садить там всех, ты ж в суд собралась идти. Ну, похоже, пойдёшь совсем по другому поводу. Чё от тебя в криминал-то потянула, а? Пробивальщица ты наша. Но, так же Нинка ещё сказала, что всё зависит от настроения. Да, смотря какое настроение у неё будет. Так что бегите и теряйте тапки. Нинок, это тебе пора свои потерять тапки и купить новые. И подстричь на ногах ногти. Ну, а ещё помыть ноги. Оказывается, подельники сдали. Сдали с потрохами. Да, людей в чёрном. И теперь Нинка ещё сильнее злится. Вы посмотрите, сколько в этой бабе злости, сколько ненависти, а сколько лжи. Ой, наверное, не найдёшь ни одну женщину, чтобы столько было внутри мерзости. Ну, я хочу сказать, что это от одиночества, от отсутствия внимания со стороны мужчины. Нинка же не видит, и ей уже и не светит внимание мужчины. Потому что, ну, такое внимание от такого мужчины просто не может быть. Этому мужчине самому внимание нужно, да ещё и какое, особенно колбасное и сарделичное. Ой, и ещё сосисковое. Мои дорогие, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Но я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. И на этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока! Пока!